Всё понимаю, всё, что я наделал, напарил. И наказал уже и детей, и родителей. Прошло, будьте милочерны. Сбыт спайса в крупном размере – организация наркопритона. Всего на двоих 18 эпизодов. Этим мужчинам грозило до 20 лет лишения свободы. В январе прошлого года Михаил Горбунов и Алексей Любин начали сбывать соли и спайсы. Наркотики закупали в интернет-магазинах и через закладки продавали владимирским наркоманам. На этом предприимчивые драггилеры не остановились. Решили открыть притон. Для дела, видимо, понадобился третий. И тогда 37-летний Алексей Любин привлёк к преступному бизнесу десятиклассника. Несовершеннолетний пришёл на суд с мамой. Их снимать нам не разрешили. Несовершеннолетний был соисполнителем. Он осуществлял сбыт наркотических средств наряду с остальными соучастниками. Фасовку подыскивал покупателей. И, соответственно, сбывал наркотическое средство. Десятиклассник стал драггилером за дозу. А ведь был, как выяснил суд, примерным ребёнком. Характеристика в школе положительная. Гособвинитель просил дать ему 6 лет детской исправительной колонии. Суд оказался более милосердным. Назначен строги на Максим Алексеевичу. Наказание в виде лишения свободы на 5 лет 6 месяцев. Соответственно, статья 73-го. Он будет засчитать назначение наказания. До того, как начали сбывать наркотики, взрослые преступники тоже вели спокойную жизнь. Работали водителями, содержали свои семьи. Любин в одиночку растил двоих детей, заботился о родителях-инвалидах. А в семье 26-летнего Горбунова недавно родилась дочка. Теперь дети своих отцов не увидят очень долго. Прокурор просил для них до 12 лет. Суд смягчил наказание. 8 лет 2 месяца Любину и на год меньше его подельнику Горбунову. Оба отправятся в колонию строгого режима. Суд справедливо оценил смягчающие вину обстоятельства. Их очень много у моего подзащитного Горбунова было. Это явка с повинной, активно способствует раскрытию преступления. И наличие малолетнего ребенка. И то, что он был трудоустроен. И это не являлось его бизнесом, как у многих, кто занимается наркотиками. Как бы он по этой статье случайный пассажир оказался. Относительно легко отделался в этой истории лишь школьник. Но с такой судимостью, каким будет его будущее? Правоохранители говорят, случайных пассажиров в обороте наркотиков не бывает. Поэтому за своими детьми родителям стоит лучше присматривать. Ведь кто знает, сколько еще таких Любинах и Горбуновых продают детям дурь. Недита Королев, Александр Мажаров, 6 канал.